всем привет продолжаем знакомиться с интересными людьми Ирина Владимировна Адоевцева псевдоним настоящее имя Ираида Густавовна Гейники в первом браке Попова во втором Иванова родилась 23 июля 1895 года в Риге в семье кадета адвоката Густава Гейники в 1914 вышла замуж за своего двоюродного брата Сергея Попова в 1918 стала посещать занятия в институте живого слова где читала лекции Гумилёв пришла в его литературную студию являлась участницей цеха поэтов начала публиковаться в 1921 году взяв псевдоним Ирина Адоевцева в 1922 вышел ее первый сборник стихов двор чудес согласно ее воспоминаниям в 1921 году вышла замуж за поэта Георгия Иванова их брак длился 37 лет и по словам самой Адоевцева имела мало общего с обычными представлениями о супружеской жизни в августе 1922 она уехала из Петрограда в Латвию к отцу в 1923 году 12 октября встретилась с супругом в Берлине после чего уехала с ним в Париж где прошла большая часть ее жизни наездами бывала в Риге сохранился дом на улице Гоголя 4 дробь 6 жилья в Париже почти не писала стихов обратившись к прозе и первые опыты в этом направлении получили одобрение Бунина романы Адоевцевой ангел смерти Изольда зеркало были опубликованы в 1127 1330 и 1339 годах до войны написала несколько киносценариев однако их судьба осталась неизвестной в начале второй мировой войны вместе с супругом уехала из Парижа Биарец на свою виллу которая получила в наследство от отца 143 году супруги лишились виллы реквизированные немцами общественная позиция взгляды на события второй мировой войны которых придерживались Адоевцев и Иванов вызвали обвинения в антисемитизме и привели к конфликту с частью русских иммигрантов в 1946 Адоевцев и Иванов вернулись в Париж но их квартира была разграблена оба они подвергались астракцизму испытывали отчаянную нужду единственным источником дохода у супруга были мизерные гонорары за их публикации в издающемся в Нью-Йорке эмигрантском межеквартальном новом журнале в 1551 Ивановы переехали в русский дом организованный французским правительством для апатридов где прожили до 1953 года клирики как и Иванов так и Адоевцы обратились вновь после войны новый роман оставь надежду навсегда был переведен на французский английский и испанский языки на родном языке автора книга вышла только в 1954 году с февраля 1655 она вместе с супругом жила в курортном городке Ер департамент Вар на побережье средиземного моря в пансионе для одиноких пожилых людей не имеющих собственного жилья находясь на государственном обеспечении там же скончался ее муж Иванов 26 августа 1658 года будучи активной участницей различных литературных кружков Адоевцев было знакомо со многими деятелями культуры серебряного века парижской эмиграции герои воспоминания Николай Гумилёв Георгий Иванов Осип Мандельштам Андрей Белый Зинаида Гиппиус Дмитрий Мережковский Иван Бунин Лариса Андерсон и многие другие после смерти Иванова Ирина Адоевцева жила около 20 лет под Парижем в 1978 она вышла замуж за писателя Якова Горбова с которым прожила три года до его смерти в 1981 году несмотря на болезни перенесенные ей тяжелые неудачные операции приковавшие ее навсегда к постели Ирина приняла решение вернуться в СССР в 1987 году ее охотно показывают по телевидению а переизданные мемуары зашли с тиражами более 200 тысяч экземпляров она была принята в союз писателей СССР 14 октября 1990 года скончалась похоронена на Волковском кладбище ну а теперь я немного попробую почитать ее стихи в легкой лодке на шумной реке пела девушка в пестром платке перегнувшись за борт от тоски разорвала письмо на клочки а потом словно с лодки весло скользнуло на темное дно стало тихо и стало светло будто в рай распахнулось окно следующее все о чем душа просила что она любила тут время зимний день разбила на бессмыслицу минут на бессмыслицу разлуки на бессмыслицу прости но не могут эти руки от бессмертия спасти следующее все снится мне прибой и крылья белых птиц волшебно-голубой весенний биориц и как обрывок сна случайной встречи вздор холодной как волна влюбленный синий взор следующее к луне протягивая руки она стояла у окна зеленым купоросом скуки светило ей лицо луна осенний ветер выл и лаял самоубийственной тоске и как мороженое таял изменный вкус на языке следующее нет я не буду знаменита меня не увековечит слава я как на сан архимандрита на это не имею права не гумилёв не злая пресса не назовут меня талантом я маленькая поэтесса с огромным бантом но так вкратце о ирине владимировне адоевцевой русская поэтесса и прозаев пока пока до свидания